Привет, друзья! Очередная неудача, что называется, спидкала Лукашенко и его контрабандные потоки. Речь идет на этот раз, точнее в очередной раз идет о сигаретах, о том, как Лукашенко-бедняга пытается эти сигареты засунуть хоть куда-нибудь, хоть кому-нибудь, купите хоть кто-то, хоть как-то. При этом он причем уже использует даже не белорусские грузовики, чтобы доставить их как-то в Литву, а дальше уже там на Европу как Бог пошлет. Он уже понимает, что белорусские грузовики являются, скажем так, объектом повышенного внимания со стороны таможни литовской, и он решил переключиться на российские грузовики. На этот раз сигареты были в российском грузовике с мебелью. Значит, этот грузовик вез 7 тонн мебели, но литовцы знают, что поскольку грузовик шел, собственно говоря, через Беларусь, соответственно, возможны самые различные варианты, грузовик был обыскан, и в данной ситуации нашлись, если я так не ошибаюсь, где-то на 283 тысячи евро сигарет этих контрабандных от Лукашенко. Дело уже даже не в самой сумме, а дело в том, что Лукашенко просто истерически ищет возможности хоть как-то подзаработать, пускай на контрабанде, пускай на торговле людьми, да на чем угодно. Он пытается сейчас сделать хоть что-то, хоть как-то с тем, чтобы хоть как-нибудь, хоть каким-то образом получить валюту, получить валюту, соответственно, получить возможность оплатить услуги своих силовых структур, которые продолжают издеваться над белорусами именно за вот эти деньги, которые Лукашенко и привозит из-за границы. Ну, на этот раз у него не прошло, Литовская таможня, я же говорю, очень серьезно занимается на сегодняшний день фурами, которые идут через Беларусь. Понятное дело, что это верхушка айсберга, что что-то проходит, что Европа сейчас сильно наводнена сигаретами из Беларуси. Кстати, точно так же, как и Украина, в Украине полно белорусских сигарет безакцезных, полный контрабас. Но этого всего, понимаете, когда такой вот правитель выживает только за счет контрабанды и надеется вот на такие вот вещи странные, ну, ему же, вы понимаете, долго не править, потому что это уже последнее дело, рассчитывать на какие-то нелегальные абсолютно черные такие варианты и пытаться вот таким образом поправить свое финансовое положение. Соответственно, я не думаю, что у Лукашенко что-то выйдет в этом плане, санкции наступают очень скоро, совершенно не зря тот же самый Лукашенко повывозил все свои, эту сигаретную фабрику в Азербайджан, надеясь хоть как-то там заработать денег. Дело в том, что эти деньги, которые он заработает в Азербайджане, они же останутся там в Азербайджане, это для Азербайджана деньги, это не в Беларусь. Как только узнают, что эти деньги в Беларусь, ни один перевод на Беларусь сделан не будет, просто потому что и это все попадет под санкции. Под санкции попадает абсолютно все, связанное с Лукашенко и его людьми. Без разницы, это БелАЗ, это МАЗ, это еще что-нибудь, это Неман, это БелАэронавигация или БелАвиа. Это все равно, что под санкции попадает абсолютно все. И вот это Лукашенко следует усвоить, с 8 декабря у него наступает полнейший коллапс. И хорошо, если Путин будет согласен оплачивать все его художество и дальше. В чем я, честно говоря, дико сомневаюсь. Мне кажется, Лукашенко уже порядком поднадоел даже Путину. Спасибо. Спасибо.